Ну, как обещают синоптики, июль месяц обещает быть очень жарким. Но когда столбик термометра поднимается выше 30, а то и 35 градусов, становится тяжело не только людям, но и домашним животным. Как помочь четвероногим любимцам пережить зной, узнаем у серенарного врача Татьяны Ифановой. Доброе утро! Татьяна Анатольевна, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, ну вообще, для каких животных особенно опасна жара? Ну, в основном это летнее время, сейчас проходит очень много выставок собак, и иногда хозяева не соблюдают правила норм, как бы, нахождение на свежем воздухе. И поэтому собаки очень многие перегреваются. В жару не следует выводить собаку даже днем гулять, то есть выгул в основном должен быть утром и вечером, в прохладное время собак. А вы знаете, это что касается собак, а, например, что касается птичек, которые находятся в клетке, которые в течение дня всегда находятся в помещении. А в душной квартире, да? Вот им опасна жара? Ну, в душных помещениях там всегда создается микроклимат, то есть, как бы, для птиц, как правило, нет. У нас декоративные птицы, это попугаи, они привыкли жить в жарких странах, поэтому в основном опасности подвергаются собаке. Всем животных любим, у большинства животное домашнее есть. Вот хочется узнать, то есть, наверняка, есть какие-то, ну, основные правила ухода за ними в жаркий период? Ну, это, конечно же, очень частое мытье, прочесывание шерсти и, соответственно, как бы, содержание в прохладном помещении днем, то есть, не давать физические нагрузки в жаркое время суток. А ну, а что касается, например, купания, можно ли там часто мыть? В жаркое время года можно, то есть, если в зимнее время года не рекомендуется часто мыть, то в жаркое время года даже нужно. Это мы сейчас говорим, допустим, про кошек и собак, а, к примеру, такие, как попугай. Или черепахи, допустим, крыски. Ко всем нужен особый подход, то есть, крысам один подход, к попугаям другой, к черепахам третий. Черепахи, конечно, их очень часто нужно купать, то есть, они, как правило, очень любят воду, они впитывают в себя и пьют, поэтому... Каждый день. А вы знаете, меня еще интересует насчет рыбок, потому что вода-то может у нас не зацвести, а как, тепло не может повлиять на воду, вот не может она нагреться, допустим, быть перегрев у рыбок? Рыба, которая в водоеме, там не может быть перегрева, а которая в аквариуме... В аквариуме домашнее? Нет, не может. Не может, да? А вот знаете, что касается питания, вот оно должно как-то отличаться, допустим, от обычного? Питание, конечно, должно быть менее калорийным в жаркое время года, потому что нагрузка на организм идет очень сильная, и организм как бы в спящем режиме немножко находится. Ну, а вообще, к примеру, если обычная щенка, скажем так, кормят два раза в день, ну или три раза в день, то в жаркий период соблюдает такой же режим? Нет, щенка тут особый подход, то есть щенок – это растущий организм, поэтому ограничивать его в чем-либо нельзя. Мы говорим о взрослых собаках. Ну, а если взрослая? Взрослая, конечно, ограничивает нужное питание. А вообще, как понять, что у животного, вот мы говорим, у животного тепловой удар, у человека понятно, а вот у животного как понять? Проявление то же самое, то есть животное иногда впадает в бессознательное состояние, тахикардия, появляются сердечные приступы, и, к сожалению, очень многие случаи заканчиваются летальным исходом. А если мы увидели, что делать в таком случае? Ну, во-первых, животное нужно перенести в более безопасное место, не под открытые солнечные лучи, в прохладное место. Немножко можно полить водой, приложить лед к определенным частям тела. Ну и вообще, конечно, здесь нужна помощь ветеринарного врача, то есть самостоятельно с этой проблемой можно не справиться. Вы знаете, я знаю случай, когда собака шла по улице в кепке, скажем, серьезно в кепке шла, то есть таким образом можно уберечь? Ну, можно защитить, допустим, голову собаки, но не саму собаку. Ну и создайте хорошее настроение прохожего, окружающего. А вот если мы заговорили о выгуле собак, вот именно каким-то правилам должны быть придерживаться? В какое время лучше выводить? А сколько времени нам пребывать на улице? Ну, утреннее, вечернее, как правило, безопасное время. Конечно, днем, в жару, когда солнцестояние, солнце в зените, то выгуливать собаку не стоит и тем более не давать физические нагрузки на организм. Потому что, как правило, еще раз повторяю, что-то заканчивается очень печально. Ну, а по времени сколько должно быть? Ну, по времени, если это прохладное время суток, пожалуйста, выгуливайте хоть час, хоть полтора. А знаете, мне еще интересно, я всегда так делаю, у меня большой пес дворовый, я, когда ему жарко, я его из лейки поливаю полностью. Но, когда я начала интересоваться этой темой, я поняла, что это категорически нельзя делать. И что кошкам тоже им не надо мордочку намачивать, им достаточно мочить только лапки. Это действительно так? Нет, не так. Нет, можно иногда мочить, почему бы и нет. И, как бы, мы наблюдаем на некоторых водоемах собаки сами. Купаются? Да, им тоже жарко. Такой же, как бы, температурный обмен у них. Вот сейчас летний период, период отпусков. Многие люди берут с собой животных. Вот, к примеру, автомобильная поездка, да? То есть, какие-то правила, наверное, существуют, перевозки, да, в жаркий период? Да, к сожалению, очень часто я наблюдаю такие моменты, когда хозяин вышел в магазин или куда-то отлучился, собака сидит закрытая в машине. И это тоже очень печально заканчивается, потому что машина раскаляется очень на высокой температуре, и, как правило, здесь тоже последствия тепловой удар. То есть, этого категорически делать нельзя, особенно, когда окна закрыты наглохо. То есть, собачку берите с собой, по крайней мере, можно вывезти ее куда-то в тенечек, там, привязать к дереву, но ни в коем случае не оставлять в машине. А если мы едем на длительное расстояние, к примеру, может быть, что-то нужно с собой взять, ну, помимо воды? Ну, безусловно, конечно, это нужно и поводок, и ошейник, и чтобы собаку можно было выгулить вместе с собой, допустим. И вода, это, конечно, это обязательно. А может быть, какие-то лекарства есть еще? Ну, не знаю, как, допустим, сердечники, раз себе корвалол взял с собой, а тут собаки, может быть? Ну, всех случаев, конечно, не предусмотреть, допустим. Аптечка есть у нас и автомобильная всегда, лекарства, но это в зависимости от того, здоровое животное на сегодняшний день или нет. Если животное абсолютно здоровое, достаточно будет соблюдать правила поведения, как бы, в дороге, и все будет хорошо. Вот вы уже сказали, что нельзя делать, например, выгуливать, например, когда солнце пил. Что еще категорично запрещено делать в жару? В жару давать физические нагрузки собачке, соответственно. Потому что были очень многие случаи, когда, допустим, продолжаются какие-то тренировки, человек не хочет прерывать тренировки, несмотря на высокую температуру, он начинает заниматься собакой. Это тоже заканчивается нехорошо. Поэтому, друзья, мы обращаемся ко всем владельцам собак, кошечек, попугаев и прочей живности. Берегите, берегите своих внушевых выживаний. Помните главный девиз? Мы в ответе за тех, кого приручили. Я говорю, спасибо огромное за беседу. У Танюши, кстати, есть кошка, у меня собака. Я думаю, что мы для себя выводы сделали. Спасибо большое. Всего доброго.